Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Следим за развитием событий Конечно, это самая жаркая новость Видимо, ближайшего времени точно будет О жарких всевозможных новостях Тарифы на газ для домашних хозяйств Подорожают до 40% Такой вот подарочек Населению Сказочный, я бы сказал Сказочный подарок Давайте займемся обещанной сказкой Терапией И в конце концов, что это такое Об этом поговорим Да, потому что Потому что Работа со сказкой Помогает разобраться О своих чувствах и переживаниях Помогает найти решение Жизненных трудностей и проблем Формирует веру в себя и свои силы Стабилизирует эмоциональную сферу Ну и так далее Что вы говорите Что я говорю Что я говорю, это не важно Важно, что скажет Карина Фолькенштейн Педагог и сказкотерапевт Доброе утро, Карина Доброе утро Карин, скажите, пожалуйста Вот если почитать сказки Вот братьев Гримм В оригинале В оригинале, да Как-то совсем не терапия Там наоборот Такие ужасы, которые там вот сейчас снимают Там в ужастиках Люди жили в суровые времена В средневековье Там, в общем, было не до смеха Не до веселья Там и людоедство И всякие страсти Вот чему сказки все-таки могут Ну, как можно при помощи сказок Вот особенно таких страшных Там же действительно Страшные какие-то вещи Можно проводить терапию Ну, во-первых, конечно Надо очень внимательно Относиться с тем С каким материалом вы работаете Да, и когда мы используем сказки То мы смотрим на то Какая сказка нам сейчас подходит В данной ситуации Да, какая сказка может действительно помочь И что в ней заложено Потому что в каждой сказке Есть какой-то социальный код Да, есть какие-то архетипы Есть какие-то ценности И, безусловно, нужно быть очень внимательным Как в любом деле в жизни Да, с чем мы соприкасаемся И с какой целью И что мы туда вкладываем А скажите, пожалуйста Вы работаете именно с готовыми сказками Ну, там, не знаю Русскими или нерусскими народными Или сами создаете Сами пишете Вы и ваши пациенты Вряд ли клиенты Да Я использую очень разные методики Да, я в сказкотерапии Очень часто еще совмещаю Сказки и театр Потому что Одна из моих специальностей Это педагогики Это театральное искусство И я занимаюсь В основном кукольным театром Театром объектов И театром теней света Поэтому Когда мы берем сказку Какую-то за основу Мы очень часто потом Используем ее еще В театральной постановке И в этих случаях Мы можем с ребятами Даже брать какую-то Известную уже сказку Потом менять Начало менять Конец Мы можем Если мы работаем С какой-то определенной задачей То мы можем Использовать сказки Которые, например Укрепляют эмоциональное состояние Это могут быть уже готовые Терапевтические сказки Мы можем Сами их придумывать Сначала до конца Там безграничное вообще Пространство для творчества И самореализации Ну, количество сюжетов Говорят Для художественной литературы Ограничено И там они все Перечислены В мире А вот в сказках Есть ли какие-то элементы Но наиболее часто Встречающиеся Какие-то Из которых Можно Составить Какую-то Свою собственную сказку На самом деле То, чем вы сказали В принципе Все нарративы Они уже написаны Они уже известны Есть какие-то коды И вот по этим кодам Сочиняются и сказки И сценарии И даже любые Литературные произведения На них основываются И миксуя Пробуя Заменяя Немножко Дополняя Возникают Новые сюжеты Но архетиптически Они будут уже Похожи У них будет Своя основа В сказках Обязательно Должен быть Счастливый конец Это очень хороший Вопрос И тема На самом деле Для размышления Должен быть В хорошем понимании Потому что Хорошее Оно тоже Относительно Разных вещей Но он должен быть Даващий веру Даващий Дарящий Именно вот эту Веру В хорошее Так что тут я соглашусь Что он действительно Должен быть хорошим Он должен быть Мотивирующим Да Он Тем более Если это еще Мы относим Именно к терапии Да Это очень важно Чтобы он давал силы И давал возможности К реализации Скажите Вот эта вера В хороший конец Не дает ли она И ложную надежду Она дает поддержку Она дает поддержку И проживая сказки Особенно Когда мы работаем С детьми И работаем С какими-то Определенными задачами Очень важно Чтобы конец был хороший Потому что Иначе В принципе Мы не достигаем Поставленной задачи Если мы проживаем Какой-то сюжет И он Заканчивается Нехорошо Да То в принципе С чем остается человек Да Он остается Как будто бы У разбитого корыта Но там должны быть Какие-то обязательно уроки Да Пройдены Вот И заложены туда И в таком случае Сказка нам помогает Помогает прожить Ситуацию И перенять потом Модель поведения Уже в своей жизни По-моему Если я не ошибаюсь Человек Который придумал Я сейчас не помню Его имени и фамилию Комикс про Супермена У него В детстве Были очень большие конфликты Ну вот Со сверстниками Его обижали Ну хулиганы Часто били И вот именно Из этого То есть в своих мечтах Фантазиях Вот как он сможет Все-таки Победить этих хулиганов Родился вот этот Образ Супермена Который затем Принес ему Злаву и деньги Вот это можно считать В принципе Каким-то Сеансом Сказкотерапии Который человек Ну произвел Сам собой Джерри Сигел Я думаю Что безусловно Потому что Мы все в жизни Сталкиваемся С трудностями Без этого В принципе Это часть жизни Но нужно достойно Их проходить И когда трудности Нас не ломают Когда они наоборот Помогают нам Укрепиться И преодолевая их Мы безусловно Остановимся сильнее Это тот опыт Который очень важен Поэтому очень важно Когда и в сказках Всегда герой Обязательно С какой-то трудностью Ну да Столкнется Тут вопрос Как он пройдет И всегда есть Какой-то распуть Как в жизни У нас всегда есть выбор И читая сказки Проживая сказки Дети также Видят Какие есть Разные варианты Того Как наше поведение Потом влияет На нашу жизнь И как важно Что если случаются Даже какие-то Неприятные события Не сдаваться Двигаться дальше Пробовать Находить И в сказках Как раз Очень много Дорог Это очень важно Потому что Нет ничего Однозначного И ребенку Важно понимать Что Есть разные Способы Преодоления Жизненных ситуаций И в том примере Которого Вы как раз Упомянули Это очень хороший Пример того Когда человек Да Жил Может быть Не просто И были сложности Но он Нашел в себе Силы И Повернул Свою жизнь Совсем в другую сторону В принципе Это база Практически Всех Сценариев Голливудских Фильмов Вот это Путешествие Героя В свою очередь Они берут Начало В античных Мифах Преображения Герой Входит в сюжет Одним Потом с ним Что-то происходит Он выходит Совершенно Другим А скажите Карина Пожалуйста Сказки Сказка терапия Важнее для кого Для детей Это как воспитание Личности Или для взрослых Как решение Определенных Жизненных проблем С которыми сталкивается Человек В течение жизни Я думаю Что это полезно всем Это на самом деле Интересно всем Потому что Все мы родом С детства Мы все на самом деле На сказках Росли И это то Что нас возвращает В какой-то момент В наше детство И Соединяет нас С нашим внутренним ребенком Потому что Пока мы растем Бывает так Что мы теряем Эту связь Да и даже Да и даже С навес Взрослыми Уже не очень Чувствуем Своим внутренним Ребенком И конечно Вот окунаясь В это пространство Сказки Каждый человек Может нащупать Он может встретить Он может раскрыть Своего внутреннего ребенка Это безумное счастье Это безумная поддержка И так же Работая со взрослыми Используя Методики Сказкой терапии Решаются Потрясающие Задачи Человек может увидеть Столько разнообразных Способов Решения Какой-то Своей ситуации Жизненной Уже во взрослом Своем Ощущении И мира И себя И это очень Очень эффективный метод А занятия Происходят Индивидуально Или Группово Вы знаете Я веду занятия Индивидуальные И так же Групповые Поэтому А есть Какие-то Вот конкретные Может быть Ну не знаю Примеры Истории О том Что произошло С людьми Вот после Прохождения Вот Как они Меняются Что Что они Обретают Ну могу Наверное Может быть Сейчас Недавний Пример Того Что Происходило Недавно Во время Пандемии Я разработала Курс Путешествия К эмоции Это было Для детей От Семьи До Десяти лет И этот Курс у нас Проходил Онлайн Вместе С Чудесной Организацией Young Folks Молодец Молодец Молодежной Организацией И Там Мы с ребятами Занимались Тем Что Узнавали Вообще Какие Эмоции Живут вокруг Нас Какие эмоции Живут в нас И Также Учились Подружиться И Вот Так как Курс У нас Длился Месяц Потом Было Продолжение Был Второй Месяц То Обратная Связь Которая Шла От Ребят Дала Понять О том Как Важно Вообще Говорить С детьми Про эмоции Как Важно Детям Уметь Их Распознавать И Делиться Этим Тем Более Вот Сейчас Когда Было Очень Ограничено Общение Это Было Очень Очень Важно Да Я Хотел Сказать Что Карина Очень Много Времени Там Девять лет Жила За пределами Латвии И В разных Странах И работала И училась И Англия Израиль Испания Франция Грузия Италия Вот Есть ли Какие-то Какая-то Специфика Если Говорить Ну там Сказок Вот Этих Стран И вот Культурный Код Стран Есть ли Какие-то Отличия Которые Удивляли Поражали Больше Всего Знаете Наверное То что Могу сказать Что радовало Это радовало То что Как раз Ценности Культуры Может быть Какие-то Обычаи Действительно В сказках Очень Интересным Образом Народных Тем более Показаны И это Очень Интересно Но То что Ценности Несмотря На то что Нас Могут Разделять Страны Или Какие-то Может быть Исторические События Но Ценности Они Во всех Во всех Стасках Остаются Одинаковыми И это Тоже Очень О многом Говорит Вы Учились Во Франции Если я не ошибаюсь У Славы Полунина Да Как Этот Ярчайший Эпизод Вашей жизни Отражается На вашей работе Знаете Я Прожила Там Больше Месяца Когда Нашла Обучение И Жила Я На Желтой Мельнице Это Совершенно Наверное Я тебя чувствовала Просто Как Алиса В Стране Чудес Потому Что На Желтой Мельнице Находится Семь Разных Садов Разного Цвета В каждом Саде Есть Какое-то Определенное Пространство Определенного Цвета И мы Жили И учились И занимались Вот В этом Месте Наверное До сих пор Прошло Чудес Счастья Как раз Детство И там Находятся И дети И взрослые И ты Все равно Ощущаешь Эту радость Эту веру В то Что Чудеса Происходят Они здесь Ты действительно Их не только Счастье Ты их видишь Ты этим Наполняешься И Это то Что Наверное До сих пор Вообще Что бы ни было Оно мне Всегда Всегда Напоминает О том Что Чудеса Вокруг Их создают Люди Их создаем Мы Сложно ли Было Туда Попасть Потому что Достаточно Такой Закрытый Клуб Или Как раз Тоже Воплощенная Сказка Для меня Это была Сказка Туда Попасть И Верно От момента Была Благодарность Моей подруге Которая Сама Тоже Кукольница И Очень Меня Поддерживало В том Что Я подала Заявку Туда Отправляясь Это было Международное Обучение Вот И Для меня Это было Тоже Наверное Таким Вот Копилочку Моих Таких Верх То Что Если Ты не попробуешь Ты никогда Не узнаешь И не надо Останавливаться И я то Что всегда Тоже Стараюсь Предать Детям Что Очень важно Пробовать Очень важно Не бояться Даже Если Ты в какой-то Момент Думаешь Что Может быть Это Не по твоим Силам Так скажем Но Пробуйте Может быть Не получится А может Быть Именно Приятно Так Невероятно Удивлены Что Все получилось И Это Потрясающе Можно ли Разделять Детей И взрослых То есть Вы упоминали Что в каждом Взрослом Все-таки Внутренний Ребенок Мы Проживаем Вроде бы Детство И Становимся Взрослыми Часто Многие Ассоциируют Это с Разочарованием В каких-то Иллюзиях Такое суровое Детство Это Прекрасный мир А взрослый мир Это более суровый Беспощадный Вы видите Эту грань Или Она Придумана Кем-то Это Ощущение Ни одно чувство Оно не придумано Просто Мы Каждый Проживаем Ситуации По-разному Но Вот Эту связь Своим Ребенком Не терять Это конечно Очень Иногда может быть Непросто Действительно Мир вокруг нас Он разный Но Это все В наших Возможностях И Мне кажется В момент Когда ты уже Эту связь Ощущаешь Что тут Ты уже сам Не хочешь Его отпускать Потому что Понимаешь Насколько Это Здорово Насколько Это Гармонично И Насколько Это Весело Даже На самом деле Когда Сколько бы тебе Не было лет Живет ребенок Потрясающе Спасибо Спасибо большое Карина Такой Бодрый Посыл На весь Оставшийся День Прямо Я окончательно Проснулся Карина Огромное Спасибо вам За этот Радостный Разговор Карина Фолькенштейн Была у нас Виртуально в гостях Педагог Сказкотерапевт Мы говорили Как раз о том Как Вот эти Сказочные Персонажи Сказочные Перепетивы Действуют И на детей И на взрослых Как помогают Переживать Всякие Кризисы Личностные И эпидемиологические Еще раз Огромное спасибо Удачи в работе Всего доброго Всем Хорошего Сказочно Яркого И теплого Дня Все Что вы услышали В эфире Потом будет изложено На портале MixNews ЛВ В каких-то подробностях Со ссылочками Конечно Ну а программа Радиоболтком Продолжается Радиоболтком